Всем доброе время суток, с вами Ольга, и сегодня я хочу сделать обзор на такой корейский учебник младшей школы предмет TODO, переводчик переводит его как мораль, это слово, но если переводить на какой-то российский аналог этого предмета школьного, это, наверное, будет этика и нравственность, что-то такое, облика морали, короче. Шестой класс. Я хочу сказать, что когда я училась в школе, у нас близко таких предметов не было вообще, поэтому мне пришлось погуглить, чтобы найти российский аналог этого предмета, я так понимаю, что это более такой современный школьный предмет в России. И что же здесь изучают корейцы? Как и подразумевает название этого предмета, здесь, конечно, всё, что касается нравственной стороны человеческой личности, здесь вам и толерантность, и любовь к ближнему, и вообще любовь ко всем, всему миру, и какие-то развития личностных качеств, стремление к своей мечте, в общем, всё, что нужно для человека, чтобы он стал человеком. Но что я хотела бы в этой книжке вам показать, в этом учебнике, то, как учат южнокорейских школьников относиться к Северной Корее. Мне кажется, эта тема будет интересна многим, но это как бы показатель, как настраивают вообще, какое поколение растят и какие, так сказать, приоритеты расставляют. Поэтому вот у нас тут под четвёртым пунктом идёт именно эта тема объединения двух Корей. И сейчас я вам немножко расскажу, немножко покажу, что именно здесь, чему учат. В общем, здесь говорится о том, что долгое время мы были оторваны, да, друг от друга, две страны, Южная и Северная Кореи, и нам внушали, что воссоединение – это что-то невозможное, это что-то нереальное. И на самом деле, само собой, воссоединение как бы не получится. Нужно делать какие-то шаги, нужно работать над тем, чтобы, наконец, воссоединиться. Дальше приводятся, конечно, небезосновательные преимущества воссоединения двух стран. Тут вам и транспортное какое-то сообщение, и вообще, и семьи встретятся, и все объединятся, и будем на поезде мы ездить в Россию и в Европу, и культурно обогатимся. И вообще мир во всём мире наступит. Да? Замечательно. Замечательное будущее. Полное гармонии и счастье, да? Смотрите, какая символичная картинка. Чиуги – это переводится как ластик, стирательная резинка, и дети стирают границу, вот эту, между Южной и Северной Кореей. Дальше идут какие-то экономические показатели, да, с экономической точки зрения, как это будет выглядеть. То есть, вот Корея Южная после рассоединения двух Корей, она только растёт, её экономика, а Северная Корея никуда не движется, как была на дне, так и остаётся. В общем, как повлияет воссоединение вообще на экономику. В общем, детей об этом просят задумываться, да? Социальное неравенство. Это уже песня воссоединения. Гимн, наверное, какой-то, да? В общем, очень много-много страниц, больше 20 страниц, посвящено теме объединения двух Кореевитики, трогательные картинки. Так как корейские учебники все новые, так сказать, современные, они отражают актуальные в наше время темы какие-то, да, злободневные, а не какие-то события, давным-давно произошедшие, а именно события, которые сейчас в мире происходят на данный момент, всё это в корейских учебниках отражается уже, видите, довольно быстро они свои учебнички корректируют. Это уже идёт про объединение Германии, и якобы нужно повторить их опыт, так сказать. И вот такое вот светлое будущее ждёт всех людей после объединения. Инновационное светлое будущее. Да, и по количеству населения страна с 25-го места переместиться на 18-е. Это как будто не 50 миллионов человек, а уже 70 и 100 тысяч. Восемьлое, 100 тысяч. В общем, я думаю, вы сделали выводы о том, какую политику сейчас ведёт Южная Корея, на что она настроена, особенно с приходом нынешнего нашего президента. Он вообще никого не слушает, все в шоке от него. Как так? А наш президент сказал, что мы будем мирно воссоединяться. И данная ситуация даже с Олимпиадой взятая, она это подтверждает, что мы настроены на мирное объединение. И корейцы северные также не отрицают тот факт, что они против южных корейцев ничего не имеют. У них все претензии только к Америке. Всем спасибо и до новых встреч!